ах налюбоваться не могу теперь фарками так итак мы приехали сегодня round valley резервуар водохранилище мы здесь уже были нам понравилось собственно вот там вот водохранилище сзади находится здесь парковка вот и где-то здесь начинается тропа на гору кокушки какая-то такая сейчас я почитаю как называется гора в общем гора называется кашетанг кушетанг какое-то такое и тропа соответственно тоже называется кушетанг трейл и начинается она где-то вот тут по крайней мере по координатам показывают что надо пройтись чуть-чуть по дороге и слева будет тропа здесь много других всяких трейлов вот какая-то еще пайн пайн 3 елковая тропа вот сюда куда-то прямо уходит конкурс карманчик возможно это она или вот это нет я думаю вот это должно быть таки это оно только хотелось бы увидеть название там что-то жду малышка да вот она нету какашечной феи забери какашки сам ноут надо почитать ранее высокая как и в прошлый раз 200 сантиметров и самый набор высоты будет через 2 мили причем сейчас она вроде как идет волнами вот вверх идет но потом она резко пойдет вниз а потом резкий такой подъем на самый-самый верх за одну милю надо будет скарабкаться в самую вершинку да тучки хорошие посмотрела чекероси какая красота вон на озеро это собственно раун вели водохранилище здесь небольшой мемориальный парк какому-то там джеффу я фотку сделал детали пока не читал как всегда будем теперь спускаться ну красиво если что она в кроксах потому что кроссовки ее запачкались все в грязи были поэтому вот такая вот походница вообще в кроксах идти в поход это сильно здесь пляжная зона небольшая даже тропиночка идет туда спуститься там я видел ребята с каяками какими-то тут тропа идет какой-то кусочек прям рядом с дорогой я искал здесь несколько раз ездил кружлял искал вдруг можно где-то запарковаться чтобы сэкономить все это время и сразу быть поближе к тропе к тому участку тропы который идет сразу на гору но нет пришлось туда обратно поездить все таки начать с самого начала конечно есть может так и идем очень интересно тропа проходит через какую-то такую дорожку а да я пытался заехать там шлагбаум закрыта написано не проходить интересно ну да ну да круто после этого перекрестка начинается прям такой лес лес сейчас тут небольшой подъем этот заканчивается и потом будет такой резкий спуск до самого дна прям такая хорошая потеря высоты и крутой спуск и это начинается подножье самой горы потом вверх все до самой вершины только вверх здесь такая небольшая плата и вот сейчас начинается спуск вниз прям потеря высоты будет такая хорошая просто все в папоротниках тут прям видно что размывает периодически дорогу и молодцы что сделали вот эти бревна положили поперек туда прям вообще вниз пойдет сейчас я просто задокументирую этот момент что где-то здесь начинается наверное будет подъем это сейчас самая нижняя точка и и и вот-вот начнется восхождение наше пойдемки руси сидит и вырубали 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 тут но сделали все-таки тропу выделили она здесь идет так я сейчас буду снимать все реже телефону мне там 30 процентов я боюсь чтобы чтобы он дожил до самого верха ради чего я иду туда посмотреть с высоты на раунд вели водохранилище прям сюда показывает стрелочка сюда на кувшинный лист или хочется кира классно тебе и здесь вперед нельзя а тропа вот сюда серьезно серьезно погнали кир мы только что скира осознали что все-таки свернули не туда надо было вот туда идти под шлагбаум где написано проход запрещен ну я не знаю что делать куда и ведет эта тропа я вообще понятия не имею но и рассказала продолжаем идти куда дойдем туда дойдем но у меня надежды уже нет что мы посмотрим с высоко горы на водохранилище куда-то она идет эта тропа непонятно причем даже помечено вот красные метки на деревьях и на столбиках вот то есть она куда-то ведет на что это за тропа на карте ее нет ответ на мой вопрос это все-таки та тропа но почему-то по трекинговому приложению мы идем перпендикулярно в другом направлении ну ладно тоже и кролики разбегались и олень выбежал из кустов испугался причем я наверно больше чем он и все в дикой малине все в дикой малине здесь и это тропа далеко не такая как там карте показано что вверх-вверх-вверх прям круто это как-то очень пологой поднимается только что встретил ребята прошли туристы я спросил сколько до вершины они сказали 9 миль я сказал вы что шутите отсюда они такие нет самого начала я говорю а так мы уже идем то он такой ну идете вы мили три значит вам еще где-то шесть а здесь рядом есть какой-то заброшенный сарай abandoned barn она сказала что типа возможно кири понравится зайдите посмотрите ну я думаю мы там сделаем привал и посмотрим куда нам идти дальше или не идти вообще у меня есть ощущение что мы вот оттуда спускались может не ошибаюсь но вот где вот это просек а это был спуск так ну пойдем сейчас найдем какую-нибудь полянку и садишь перекусить моему огорчению нам скорее всего надо будет сойти назад потому что это все таки вот то что мы пошли неправильно это видим из вот этой стройке тропу обогнули и она вот-вот она сольется с той которая на карте и пойдет вверх но я посмотрел на карте мы идем уже полтора часа это столько же нам еще идти назад если мы прям сейчас начнем а уже 6 вечера 6 20 всем чем-то мы только будем дома если прям сейчас отсюда выйдем не одни дома на парковке а еще 45 минутам ехать домой так что планы конечно были амбициозные но надо идти обратно все 18 35 начинаем путь назад я надеюсь что мы быстрее чем сюда шли сюда час 25 я думаю хотя бы за час дойдем обратно говорят купаться запрещено но мы уже почти уже еще 10 минут через 10 минут будет час как мы идем даже бежим порой иногда а где-то я и несу на себе но хоть отсюда хоть отсюда посмотрим не сверху так отсюда все равно красота вершину не покорили у меня ведер какие у меня вершину мы не покорили но зато хорошо прошлись просто чудесно в следующий раз покорим и вершину коленку хочешь ну подойди но мне кажется он убежит